Жильцы дома номер 36 по проспекту Юбилейному не могут попасть в собственный двор. Виной тому строительство нового социального дома по соседству. Дело благое и полезное для тех, кто нуждается в улучшении жилищных условий. Но о нуждах тех, у кого уже есть жилье, строители совсем не заботятся. Основная проблема это разведение грязи во дворе. Потому что здесь, если замечали, цемент мешают, грязь сливают. Большие машины перекрывают нам проход, не дают нормально ездить. Парковочные места занимаются машинами строителей, так как они приезжают на машинах. И, естественно, нам получается, когда мы приезжаем после работы, нам негде поставить свой транспорт. Помимо этого, как я уже говорила, мы с жильцами дома отсыпали свои парковочные места, полностью облагораживали территорию. И на сегодняшний день от этой территории ничего не осталось. Кстати, парковочные места жители этого дома для себя делали сами. Только теперь воспользоваться ими они, увы, не могут. Часть занята машинами сотрудников компании «Нефтекамский стройзаказчик», занимающийся строительством, а часть заполнена непроходимой грязью. Машины ездят, получается, по проспекту Юбилен и заезжают на стройку. Хотя по проекту у них дорога проложена от женской гимназии, идет в обход и, получается, заезжают с той стороны дома. То есть, если бы машины ездили оттуда, то не было бы всей этой грязи. Даже элементарно сходить, выкинуть мусор, надо одевать резиновые сапоги. Помимо всего прочего, строители вывели с своего участка на дорогу трубу. Жители дома считают, что именно по ней стекает скопившаяся вода. Теперь пробраться во двор можно только вплавь. Конечно, очень сильно у нас страдают дети. Вот вы сами, как видели, уже везде у нас грязно, не пройти. Вот с колясками, например, мы еле выходим с подъезда. Да тут еще сколько нам нужно еще пройти. Сначала нужно одевать сапоги, а потом переодевать. Потому что в город тоже, как в городе, в сапогах не походишь. Потому что там чисто. У нас только тут грязно. Везде лужи. Детей тоже не удержать. Они прямо в лужу прыгают. И опов у нас тут портится. Но вот в компании застройщики уверены, люди все перепутали. И на самом-то деле, по их словам, эта труба наоборот забирает воду со двора. И по ней она уходит во враг. Да и в образовавшемся болоте виноваты тоже не они, а природа. А они-то как раз делают все возможное, чтобы исправить положение. Как раз вот эта труба, вот с территории дома, приусадебного участка вот этого дома, переливается вода в сторону туда оврага. Они не так поняли. Они думают, что через эту трубу вода к ним идет. А у нас сами ли наоборот. Из этой трубы выходит вода в сторону оврага. Любую улицу. Везде асфальт грязный. Там такая ситуация. Асфальт мы подметаем. У нас там щетка стоит. Подметаем асфальт каждый день. Просто на асфальте вот мокрая, грязная вода. Может они вот это имеют в виду, но там же с мотками грязно лежит. Просто, скажем, грязная вода мокрая. Это сейчас, на данный момент, на сегодняшний день, по всей городе такая обстановка. Потому что вы сами видите, погода такая, дожди идут везде. Бесперестанно, тем более уже месяц. Но эту загадочную щетку, которая чистит асфальт, жители не видели. Нашей съемочной группе повезло больше. Почти сразу после появления камеры появилась и спецтехника. Перед сдачей дома застройщик пообещал привести все в порядок. Но, как показывает практика, именно этот застройщик о своих обещаниях забывает. Как было после строительства школы Вороткова и застройки нового района на Карломаркса. Наталья Бурова, Елена Белова, Денис Кузнецов. Информационная программа «Время новостей». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова